Дорогие брати и сестры, в цей день народжения нашего Господа Иисуса Христа хочу дуже важливую речь сказать вам. Христос народився. Христос народився. Христос народжуется. Слава Господу. Тема сегодня моей рождественской проповеди будет назваться так. Вызовы Рождества. И давайте начнем с нашей рождественской истории, прочитаю ее, которая записана в Евангелии от Матфея, 1 глава, 18-25 стихи. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давида, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус. Он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, Сидева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Иисус, нарек имя Иисус. Эта замечательная история рассказывает нам о чуде рождения нашего Господа Иисуса Христа, который пришел на эту землю для того, чтобы даровать нам спасение через прощение грехов, принести себя в жертву, пролить свою святую кровь, чтобы каждый сегодня из нас верою мог принять эту жертву, и быть спасенным, быть благословенным, и прожить эту жизнь счастливо, и хорошо. Но знаете, что самое интересное? Что чудо рождения Иисуса Христа на самом деле по себе особо чудом не являлось. Подождите секундочку. Чудом было его зачатие. А рождение само, рождение или сами роды, они были совершенно обычными. Так как и мы с вами пришли на эту землю, у него были обычные земные родители, и он родился так, как и все мы с вами родились. Чему я это все рассказываю? К тому, что родители Иисуса, ожидая Его, они столкнулись с определенными вызовами. Как и любые родители, сталкиваются с вызовами, ожидая появления своего дитя на этот свет. Это вызовы материального характера, когда ты понимаешь, что тебе нужно обеспечивать жизнь своего ребенка, и нужно зарабатывать где-то, чтобы это было достойно, чтобы ты мог, если нужно, оказать какую-то медицину, одевать, обувать, обучать и тому подобное. Это огромный дискомфорт для мамы, которая платит огромную цену. Это также дискомфорт, возможно, какой-то, или вызов для бабушек и дедушек, которые будут сидеть с этим ребеночком, когда родители будут брать день отдыха. Знаете еще, кто вовлечен в это все дело? Я на личном опыте знаю. Еще соседи сталкиваются с вызовами. У меня сверху, я слышу все, что происходит, как плачет ребенок. У меня двое маленьких детей сверху живут. Я постоянно слышу, как они плачут. То есть я тоже сталкиваюсь с вызовами рождения, но, правда, не своего, а их ребенка. Поэтому много людей вовлечены в этот процесс и сталкиваются с определенными вызовами. Знаете, когда Иисус родился в нашей жизни, мы точно так с вами сталкиваемся с определенными вызовами. Да, где-то наша жизнь, она должна измениться, она уже не может быть как прежней, как не может быть жизнь прежней у родителей, у которых только родился ребенок. Есть бессонные ночи, есть еще много-много разных вопросов, которые, давайте скажем, их жизнь делают гораздо тяжелее. Но я хочу поставить один очень важный акцент, что тяжелее – это не значит хуже. Тяжелее – не значит хуже. Наоборот, их жизнь становится более полноценной и более счастливой. И все, кто в этом зале являются родителями, я знаю, что вы все подтвердите эти слова, что нет ничего лучше, когда в твоем доме, в твоей семье рождается ребенок. Несмотря на то, что приходится платить какую-то цену, сталкиваться с определенными вызовами. Подобные вызовы, дорогие братья и сестры, или с подобными вызовами сталкиваемся и мы с вами, когда в нашей жизни рождается Иисус Христос. И несколько таких вызовов мы сегодня посмотрим, о нескольких таких вызовах, на основании рождественской истории. И, я верю, возьмем для себя положительные уроки, которые послужат нам. Первый вызов – это вызов платить цену. Это вызов платить цену. Рождение ребенка, он не может быть без жертв, давайте скажем так. В первую очередь платит цену мама, которая платит своим здоровьем, вынашивая ребенка, платит своей красотой. Да, я знаю, сестры, я знаю, как это нелегко. Платит бессонными ночами, платит постоянно, будучи привязанным к ребенкам, да, и не имея свободного времени. Также платит цену отец и все остальные. Рождественская история нам рассказывает о двух категориях людей, которые сегодня есть в церкви. И в нашей тоже. Первая категория – это пастухи. Вторая категория – это мудрецы. Одни и другие пришли к Иисусу, родившемуся Иисусу, чудесным образом. Одним рассказал ангел о том, где находится Иисус, и они туда пришли. Как многие из нас пришли к Иисусу, когда нам кто-то засвидетельствовал о Боге, рассказал, направил нас, и мы пришли, и Иисус благодаря этому родился в нашем сердце. А кто-то пришел, следуя за своей звездой, как это сделали мудрецы. У каждого звезда была своя. Возможно, какая-то проблема, которая вела человека к Иисусу, и мы таким образом пришли к нашему Господу, который родился в нашей жизни. Суть того, как мы пришли к Богу, по сути, как бы не имеет особого значения. Потому что она практически у всех одинакова. Немножко разные оттенки нашего прихода к Господу. И не так важно, как ты пришел к Богу, как важно, как ты живешь с Богом. Не так важно, как мы пришли к Иисусу, как важно, как мы с Ним живем сегодня на этой земле. И я хочу показать два примера двух категорий людей на основании Слова Божьего. Первое, зачитываю Луки 2, 16-20, написаны такие слова про пастухов. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же его, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём. И вторая категория, это мудрецы, написано в Матфея 2, 10, 11. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. Открыв сокровищницы свои, принесли ему дары золото, ладан и смирну. Знаете, эта история показывает нам две категории людей. Первая категория людей, это пастухи, которые просто пришли к Иисусу, увидели Его, что-то там рассказали, может, даже очень важное, и ушли. Вторая категория людей, это мудрецы, которые пришли к Иисусу. И Библия говорит, что, увидев Его, пав, начали открывать свои сокровищницы. И начали доставать из них самое дорогое, что было у них, и класть у Его ног. Знаете, подобное сегодня есть и в нашей жизни. Есть люди, которые пришли к Иисусу, посмотрели, или смотрят, или просто наблюдают, и из этого состоит вся их жизнь. Они сегодня в церкви, но они просто являются такими наблюдателями, смотрящими. Знаете, а есть другая категория людей. Людей, которые пришли к Иисусу, и они платят цену. Цену, чтобы следовать за Ним дальше. Цену материальную, цену своего времени, цену служения, цену, возможно, отказа от каких-то своих планов в пользу Господа Иисуса Христа. Они платят эту цену для того, чтобы следовать за Иисусом Христом, тем самым делая свой образ жизни, образом жизни в поклонении Иисусу Христу. Есть те, кто пришел, я повторю, и смотрят. Знаете, а есть те, кто пришел и платит цену. На самом деле, когда мы отдаем что-то ценное, что у нас есть, мы с вами не проигрываем. Мы с вами не уходим в минус, как это порой принято думать, когда мы что-то отдаем. Если мы отдаем что-то Иисусу, мы, наоборот, приобретаем. Я расскажу вам один пример. Знаете, недавно у нас, недавно и сегодня, но то Рождество, мы как входим, знаете, как эти, и месяц мы в Рождестве прям находимся. И это хорошо, слава Господу, что у нас есть такая возможность. И мой сын ждал Рождества. Ему 8 лет. Он ждал Рождества. Сказать честно, наверное, не чтоб сесть с нами за праздничный стол, а потому что на Рождество подарок должен быть. Я вам скажу больше. Этот подарок ожидался на протяжении долгого времени. Это компьютерная игра. Во-первых, он ожидался с той позиции, что он должен был выйти. Какая-то новая игра там должна была выйти. А во-вторых, он понимал, что никто ему просто так ее не купит. И нужно было, ну, какой-то повод, ну, а какой не повод, как Рождество Иисуса Христа. Тут можно все с батей стянуть, знаете, в этот праздник. Батя самый добрый в это время. И мы едем к нашим родственникам, гостью в машине. Вы знаете, и я говорю своему сыну, говорю, Леш, у меня тут, говорю, такая идея возникла. Я говорю, конечно, ни в коем случае, говорю, я тебя не буду заставлять. Я тебе хочу сделать, говорю, суперпредложение. Он говорит, глянь, ты едешь с нами в машине. Тепло, хорошо, ты одетый, обутый. У тебя есть что кушать. Вот все у тебя есть. У тебя есть друзья. А есть те, у кого сегодня ничего нет. Вот есть те детки, такие же, как и ты, которые сегодня страдают. И я бы хотел тебе, говорю, сделать супервыгодное предложение. Он говорит, да, давай, какое, какое. Я говорю, те деньги, которые предназначались для подарка тебе, перенаправить на подарок детям, у которых сегодня ничего нет. Если бы вы видели, что началось. Истерика с падениями между сидением передним и задним. Заново поднимание, опять падение, катание, слезы, сопли. я понимаю, что насколько тяжело ему это дается. Вы знаете, я говорю, Леша, подожди секунду, я все понял. Я тебе говорю, я еще раз, говорю, просто повторю. Ну, Библия говорит, Бог говорит однажды, а потом бывает еще, как бы, говорит, если человек с первого раза этого не понимает, да. Думаю, ну, буду действовать уже по Писанию. Я говорю, Леша, у тебя все есть. Ты можешь стать большим благословением для тех, у кого сегодня ничего нет. Ты ровно через пять дней забудешь про эту игру. А эти дети будут об этом помнить. Опять истерика, уже чуть-чуть слабее, и видно, что он понимает, что правильно, а плоть не дает ему это сделать. И он сквозь вот эту истерику выкрикает, Папа, я согласен. Ну, знаете, чтоб не было другого, как бы, пути назад. Я говорю, принято. Молодец, слава Богу, твои деньги отправим тем, ну, кто сегодня нуждается в этом. Ну, знаете, что самое интересное? Когда я ему это предлагал, я себе сказал, что только он их отдает, я ему обязательно куплю эту игру. Я обязательно это сделаю, потому что лучшего ничего не может быть. Знаете, когда твой ребенок, он что-то отдает, ну, для тех, кто сегодня находится в нужде. Самая печальная из всей этой истории, что Бог очень сильно обличил меня. Когда мой сын первый раз сказал, что нет, я не отдам, мне настолько стало плохо. Знаете, почему? Потому что я знаю, что я ему приготовил такое благословение, а он своей вот этой жадностью, нежеланием заплатить цену, лишает себя, минуточку, себя и других. Лишает себя и других. Мне так стало плохо. Вы знаете, я подумал, а как Бог, отец, реагирует порой на мою скупость, на немое желание заплатить цену в вопросе следования за ним. Когда игра идет в одни ворота, когда только для себя, я, мне, мое, вот я нуждаюсь в этом. А с другой стороны, я подумал, а скольким людям мы можем помочь сегодня, платя какую-то цену? Какую мы пользу можем приносить для тех, кто окружает нас, платя какую-то цену, ничего, дорогие братья и сестры, не теряя, а только приобретая. А только приобретая. Я вам скажу больше. У моего сына еще была одна мечта. Да я больше скажу, нужда. Нужда. И он хотел себе там купить определенную нужную вещь, на что не хватало ровно такой же суммы, какая была оплаченная за эту игру. И Бог, я вот четко говорю, мне знаете, что сказал? Ну, пришло такое понимание. А что ты? Заплати вторую. Вот пришло четкое понимание, потому что у нас так как бы не прокатывает просто так, знаете, ну, он должен что-то заработать, как-то, ну, то есть, ну, просто так ничего не дается. То есть, есть какой-то процесс, мыть посуду, застилать кровать, в том числе мою. Простите. Застилать кровать, в том числе мою, да. Ну, а что делать? Ну, жизнь такая. Нам тоже когда-то было нелегко, вспомните. И, да, а Бог сказал, возьми эту же сумму и положи. Знаете, что я подумал? Что Бог не просто воздает, Бог воздает в несколько крат. Бог воздает вдвойне, втройне. Я боюсь, что дальше Бог мне скажет, что-то еще ему приобрести. Знаете, но я думаю, что на этом все у нас, как бы, вопрос решен. Дорогие братья и сестры, история простая. Знаете, когда мы кладем цену к ногам Иисуса, мы ни в коем случае не теряем. Мы только приобретаем. Наша жизнь становится лучше, наша жизнь становится благословением. Но с этими вызовами мы сталкиваемся. И нам нужно в момент этих вызовов принять правильное решение. Если нужно заплатить цену, пожертвовать, и мы увидим, что это вернется в любом случае, в свое время, когда мы будем нуждаться в чем-то. Пусть Бог благословит нас. А самое главное, знаете, что Иисус заплатил гораздо большую цену за нас. И Он ожидает хотя бы минимальной какой-то цены от нас. Второе. Вызов верить. Вызов верить. Вы знаете, у нас в церкви есть такая добрая традиция, когда мы в конце года делаем отчетные поместные церкви. Или же мы делаем отчетный лидерский семинар. И вот в конце года, когда мы делаем такие отчетные поместные, мы на сцену приглашаем людей, которые на протяжении года хорошо трудились для Господа. Возможно, те люди, которые в каких-то трудных, тяжелых жизненных обстоятельствах оставались верными Богу. И мы этих людей скромненькими подарочками, да, мы их приветствуем, мы дарим эти подарочки, шоколадочки какие-то, рамочки, да, за то, что, ну, человек, пишем за что, за служение, там, еще за что-то, да. И вот когда-то я должен был начинать это служение. В нашей поместной церкви, вот я утром встал и молюсь, говорю, Господь, дай мне слово, которое послужит, вот, которое вот будет ух. И вы знаете, у меня возникает момент этого мысль. Ну, хорошо, вот выйдут сюда люди, пусть 10% зала, пусть 20% зала. Господи, а что будет вот для тех, которые 80 сидят или 70, условно? Что получат эти люди? Вот, что полезного, какой пользы будет этим людям? Я, наверное, больше меня начал интересовать этот вопрос, знаете, ну, как служителя. И когда я молился, Бог мне сказал, что они получат кое-что важное. Они получат свидетельство того, что если одни смогли, то и вы сможете. Те, у кого сегодня не получается что-то. Я хочу зачитать вам Луки, 1 глава, 30-36 стихи. Читаем. И сказал ей ангел, к Марии обращаясь, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот и Елизавета родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Бог избрал Марию стать участником своего чуда, своей воли, и ее задача была стать матерью для Иисуса Христа. К ней был послан ангел, который рассказал ей эту благую весть, он рассказал о том, что Бог избрал ее для этого чуда, но Мария начинает как бы противиться, и противиться она как бы логически, не то, чтобы там она просто нет, я не хочу, нет, она задает правильный и нормальный вопрос, она говорит, а как я могу, если нет главной составляющей для того, чтобы мне родить ребенка, то есть нет, чего-то, чего-то не достает в этом всем плане для того, чтобы я могла родить сына, это нормальный логический вопрос, и она мысля верою, ой, не верою, а логикой, задает этот вопрос, и смотрите, что делает ангел, видя слабость Марии, немощь, знаете, она немощна верит, он на сцену перед Марией выводит ее родственницу Елизавету, Елизавету, у которой была, простите меня, кличка неплодная, Библия говорит, что ее так называли окружающие люди, на нее поставили клеймо, что это женщина, потому что никогда не сможет иметь детей, и на основании этого дали ей такую кличку, обзывая ее, унижая ее, что у нее ничего не получится, что она никогда ничего не сможет, и Мария, как никто об этом знала, но была еще вторая составляющая, у Елизаветы еще и года уже были такие, что как бы, ну, финиш, и Мария знала, что Елизавета забеременела, что в ее чреве есть плод, и ангел говорит, посмотри, Мария, посмотри на Елизавету, на такую же женщину, как и ты, которая чего-то не имея, поймела свое чудо, без того, в чем она нуждалась, возможно, Елизавета хотела лет 50 назад откинуть бы свой возраст, знаете, хотела бы быть плодной, ну, по логике, но Бог просто сделал чудо, Бог сделал чудо и даровал такое чудо Елизавете, и она родила, мы все знаем, Иоанна. Знаете, сегодня я хочу сказать для нас, что, возможно, сегодня есть какие-то проблемы в нашей жизни, сегодня, возможно, что-то у нас не получается, может, это служение, может, это работа, может, это отношения в семье, а может, наоборот, мы что-то хотим стартовать, но мы боимся, мы переживаем, а вдруг у нас не получится, мы смотрим на свои ресурсы, и мы видим, что чего-то не хватает для того, чтобы то, чего мы ожидаем, того чуда, чтобы то чудо совершилось, у нас чего-то нет, и Библия говорит нам о том, чтобы мы могли посмотреть по сторонам и увидеть таких же обычных людей, которые, возможно, точно так же когда-то не могли, которые, возможно, точно так, когда-то были нездоровы, которые, возможно, точно так, когда-то имели проблемы в служении, которые, возможно, точно так, когда-то боролись за свою семью, и прийти к ним, и просто посмотреть на них, просто разузнать, как они это сделали. Я верю, что когда мы будем смотреть на эти свидетельства, которые вот рядом с нами, а не там где-то, нам гораздо легче будет поверить, нам гораздо будет легче, скажем, вера в нас возрастет гораздо больше, когда мы будем видеть окружающих нас людей, такие же, как и мы, у которых получилось. Получилось благодаря Богу, потому что Бог где-то благословил, Бог где-то добавил то, чего не хватало, и чудо Божье совершилось в жизни кого-то, а значит чудо Божье совершится и в жизни нашей. Вы знаете, когда там, одну из ключевых ролей, я никогда, знаете, не мог в это поверить, но одну из ключевых ролей, вот такие свидетельства сыграли в жизни моего отца. Мой отец болел раком, у него была четвертая стадия, метастазы в печень, и врач отказался, давайте скажем, на кого мы полагали все надежды, лечить его. И вот первое, что мне пришло в голову, тогда отец был совершенно неверующий человек, первое, что мне пришло в голову, это найти в интернете свидетельства людей, которые получили исцеление от своей болезни, от похожей болезни, от смертельной болезни, когда их жизнь была уже у порога, и включать ему эти свидетельства, чтобы он мог их слушать. Вы знаете, что я увидел через короткое время? После того, как он слушал эти свидетельства, я увидел веру. Я увидел веру в его глазах, благодаря которой Бог даровал ему полное исцеление. Но началось все не с моих проповедей ему, не с чтения Писания, хотя и это все тоже важно, а когда он увидел живые свидетельства, свидетельства с нашей церкви, людей, которые получали исцеление, которые получали свое чудо, свидетельства других людей, обычных людей, он увидел, что Бог сделал это в их жизни, а значит, возможно, Бог и сделает это и в его жизни. И я верю, дорогие братья и сестры, что если есть воля Божья на какое-то чудо, на то, чтобы в чем-то тебя благословить, через что-то тебя провести, и есть рядом такие свидетельства, которые подкрепляют нашу веру, Бог обязательно нас благословит, Бог обязательно благословит, но нам нужна вера. А то, что мы можем видеть рядом, те свидетельства, это, скажем, один из источников, откуда мы можем черпать и укрепляться в нашей вере, проходя какие-то трудные обстоятельства в нашей жизни. Пусть Бог благословит нас в этом. И третье, последнее, вызов не сдаваться. Вызов не сдаваться. Ивангелие от Матфея, 2 глава, 13-14 стихи написано. «Когда же они отошлись, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там доколе, не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца, и матерь его ночью пошел в Египет». Знаете, этот текст рассказывает нам о вопиющей несправедливости. А вопиющей несправедливости по отношению к Марии, к Иосифу, к Иисусу Христу, Сыну Божьему. Суть этой несправедливости заключается, что новорожденный младенец, который еще только, скажем, только пришел в этот мир, он подвергается несправедливости со стороны Ирода, который хочет убить его ни за что. Убить Сына Божьего. И знаете, что происходит? Бог Отец в громе, в молнии с легионами ангелов спускается на землю, приходит к Ироду и говорит ему, смотри, не вздумай, тронуть, это мой сын. Не просто, а говорит, еще и защищай его до 30 лет. Согласитесь, хотелось бы, чтобы так было, да? Чтобы справедливость резко восторжествовала. Кто ты, Ирод, такой, и что ты руку свою поднимаешь на Сына Божьего? Попутал что-то. А я читаю, и я вижу, что Бог не защищает так, как нам хотелось бы своего Сына. Вы знаете, несправедливость была незадолго до того, как Иисус родился, когда, послушайте, Сын Божий, Он должен родиться, не знаю, в каких-то хоромах, а для Него нет места даже родиться в каких-то более-менее нормальных условиях, и Он рождается в каком-то хлеву, в яслах. И это тоже несправедливость. И Бог, Бог-Отец, Он не вмешивается. Бог-Отец, Он не, давайте скажем, не делает что-то такого сверхъестественного, как естественно хотелось бы нам. Как естественно хотелось бы нам. Знаете, о чем я, к чему я это все говорю? Я говорю это к тому, что наш мир, он переполнен несправедливостью. Если несправедливость была явлена к Сыну Божьему, к Сыну Божьему, то тем более на протяжении всей жизни нам тоже придется с ней столкнуться. Возможно, это будет какая-то несправедливость по отношению к нам на бытовом уровне. А возможно, это будет несправедливость, которая будет, давайте скажем, направлена к нам, как сегодняшнее, сегодняшнее событие в нашей стране, как война со стороны агрессора. Возможно, это могут быть разные, несправедливые, давайте скажем, или разная несправедливость, явленная к нам в нашей жизни. Она может быть со стороны наших родных, близких, в наших семьях. Представьте, она может быть на наших работах, нашим начальством, может еще кем-то. Она сплошь и рядом, и мир переполнил несправедливостью. И знаете, ключевая мысль, которую я хочу сказать, что несправедливость или от несправедливости по отношению к нам, нам уйти не удастся. Мы все равно рано или поздно с ней столкнемся. Но ничто больше не приносит человеку урон, как несправедливое отношение к нему. А еще больше урон, отсутствие возможности сделать так, чтобы справедливость восторжествовала. Левит, мы можем выходить за клавиши, мы будем скоро молиться. И ничто нас так не разрушает. И вы знаете, такое отношение несправедливое к нам, оно наносит нам колоссальный урон. И я себе вот думал, Господи, а какое самое правильное решение, как наиболее правильно нужно поступать, когда к тебе несправедливо относятся. Ну, незаслуженно. Но я не заслуживал этого, Господь. А ко мне взяли так и отнеслись. Обидели меня, предали меня, еще что-то сделали, не посчитались со мной, что делать, как быть, Господь, как. Вы знаете, когда я читаю это слово, я вижу только единственный, на мой взгляд, правильный путь. Написано, что ангел Господень явился к Иосифу и сказал, что нужно делать. Вы знаете, сам Бог Отец через ангела своего передал Иосифу, что нужно делать. Божье слово, которое получил Иосиф и которому он стал послушен, не начав предъявлять какие-то претензии Богу. Он просто взял тихонечко и собрался и ушел в Египет. И жизнь его была сохранена. Жизнь Иисуса была сохранена. Да, наверное, было больно. Да, было неприятно. Но если бы он остался, если бы он начал бунтовать, если бы он начал какой-то быть несогласен, если бы он начал Богу предъявлять претензии и просить его, чтобы справедливость восторжествовала, я думаю, что ничего бы он этим не достиг. Разрушил бы, был бы внутри Шуон, что Мария, были бы проблемы. Но Библия говорит, что слово Твое светильник ноге моей. Какие бы ни были темные времена, когда мы не знаем, как нам поступать, когда мы не знаем, как бы вот в тот тяжелый момент нашей жизни, как нам поступить правильно, и эмоции очень часто переполняют нас, единственным правильным вариантом, как поступать в той или иной ситуации, есть то, как говорит Слово Божье. Оно проведет нас через любую несправедливость. И даже если справедливость не восторжествует на этой земле, она восторжествует там, на небе. Бог справедливый. Мы несправедливы, мы люди несправедливы, а Господь Иисус справедливый. Вы знаете, обычно дети должны учиться у своих отцов, да, а я учусь как-то в последнее время у своего сына. Недавно мой сын ходит на секцию по баскетболу, и вот он однажды приходит, такой прибегает ко мне, обнимает меня и начинает плакать. Я говорю, что такое? А он говорит, па, у нас есть на этой секции два старших парня, ну старший там на три-четыре класса его. И вот он говорит, они меня обзывали двое, кидали в меня мяч, ну, издевались. Знаете, первая моя папская какая реакция. Пойду сейчас ухо накручу так, чтобы то, о чем я говорил, чтобы будут охранять его. Не то, что охранять будут, чтобы не поскользнулся нигде, не упал, ничего. Знаете, а потом думаю себе, а чем мой поступок будет отличаться от их поступка? То есть, я хочу, чтобы справедливость восторжествовала путем несправедливости. Правильно? Я думаю, ну это ж неправильно. И вы знаете, Бог как-то так говорит, давай по-правильному. Знаете, я посадил его, говорю, Леша, в мире кругом несправедливость. Папу тоже пинали когда-то. Ничего страшного, живой, здоровый. Все мы проходили через это. Старшие там такое. И я ему рассказываю о том, что мир, он несправедливый, о том, что тебе в любом случае придется сталкиваться с несправедливостью. Она будет направлена на тебя и просто все, что мы можем сделать, нам нужно проходить достойно. Я говорю, давай мы будем молиться. Давай помолимся. Ну, мы же верующие, мы христиане, нам надо молиться. Давай мы помолимся. Давай помолимся из-за тех ребят. Давай помолимся, чтобы Бог благословил эту ситуацию. Вы знаете, мы помолились, потом он еще молился сам. Проходит две недели. Я вот она рассказывает. Приходит, последняя, у них тренировка была в новом году, в том году. И там сделали такой конкурс, ну, не конкурс, как состязание. Кто, кто там забьет мячи, тот получает там разные подарки за это. И вы знаете, что самое интересное, что мой малый не забил ни одного мяча и не получил подарок. И он сильно расстроился, ну, не такой, как все, знаете, как ребенок. И он шел в раздевалку. Я так понимаю, что всплакнул там в той раздевалке. Вы знаете, что произошло? Пришел тот старший парень, увидев, что он пошел в раздевалку и поддержал его и отдал ему свой подарок, который он выиграл. Вы знаете, ничего нет лучшего, чем идти Божьим путем. Если Бог захочет, справедливость восторжествует тут на земле. Бог сделает какие-то перемены. Если Богу угодно, чтобы справедливость восторжествовала там, она восторжествует там. А наша задача просто доверять Иисусу Христу в такие нелегкие времена в нашей жизни, когда они справедливо к нам относятся. Несколько выводов, которые я хотел бы сделать перед нашей молитвой. Первое, дорогие братья и сестры, Иисус Христос ожидает от нас цены. Мы будем платить какую-то цену в процессе следования за Ним. Второе, верь Господу, и у тебя все получится. Даже когда твоих возможностей не достает. И третье, никогда не сдавайся, никогда не сдавайся, руководствуйся Словом Божиим в любых тяжелых обстоятельствах. И Бог очень сильно тебя благословит. И все будет хорошо. Давайте встанем на наши ноги. Мы совершим молитву. Дорогой Господь, Иисус Христос, мы благодарим тебя, в первую очередь, за то, что в свое время ты родился в наших сердцах. То, что сегодня мы спасены тобою, Господь. То, что сегодня ты даровал нам новую жизнь, Господи. То, что сегодня ты поддерживаешь нас в трудные периоды, Господь, проводя через них. Мы, Господь, обращаемся к Тебе и просим Твоей особой благодати для того, чтобы проходить те вызовы, Господь, с которыми мы сталкиваемся, Иисус, на этой земле. Благослови нас, Господь, всегда иметь внутреннее четкое осознание, что когда мы, Боже, что-то жертвуем, когда идем за Тобою, когда мы платим цену, Господь, мы не теряем, Иисус, мы только приобретаем, Господь, во имя Иисуса Христа благослови нас, это помни. Дорогой Господь, я молю и прошу Тебя, Боже, благослови нас, верить в Иисус, даже тогда, когда чего-то не достает, Господь. Посмотреть вокруг. Мы знаем, что Ты уже сделал множество чудес вокруг нас в жизни таких же обычных людей, как и мы, Господь. А если Ты сделал их в жизни этих людей, Господь, то Ты сделаешь их и в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Также, Господь, я прошу, благослови нас не сдаваться, проходить, Господь, сквозь тяжелые этапы нашей жизни, противостоять несправедливости, Господь, не эмоциями, Иисус, а Словом Твоим поступая относительно Его. Мы благодарим Тебя за все, наш Бог, во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, давайте прославим нашего Бога. Спасибо. Спасибо. Спасибо.